Из Мариуполя в Казань. История Алены Хабах. Хватит ли айтишников Татарстана? Когда состоится первое киберсостязание в Казани? Альберт Нурминский в студии телеканала Универ ТВ. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Роберт Хасанов. В Татмедиа прошла пресс-конференция о перспективах подготовки специалистов медиасферы в Казанском федеральном университете. В настоящее время при Высшей школе журналистики и медиакоммуникации функционируют три кафедры. Кафедра национальных и глобальных медиа, кафедра телепроизводства и цифровых коммуникаций и кафедра связей с общественностью и прикладной политологией. Каждая из них ежегодно реализует новые образовательные программы. Как отметил декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский, в связи с востребованностью на рынке появились новые направления, Одно из которых в рамках бакалавриата – медиа-инжиниринг, диджитал-медиа и цифровое видеопроизводство. Второе – в рамках магистратуры – цифровой сторителлинг и сценаристика. Они введены с целью сделать подход в медиа плановым и системным. Особенность в том, что там очень много как раз дисциплин, связанных с IT-технологиями, с цифровыми технологиями. Там очень много уже посвящено времени в ходе обучения и практик, связанных с новыми цифровыми видеоплатформами, не только с классическим телевидением. И там, кстати, еще с углубленным изучением английского языка. Мы понимаем, что без знаний – это, кстати, уже реклама связи с общественностью. Это ведь одно из немногих направлений подготовки в университете в целом. У нас есть такие направления, где государственный экзамен задается, в том числе и на английском языке. То есть там уже очень высокая планка требований к выпускникам. То же самое будет и здесь. В Казанском федеральном университете прошел круглый стол на тему «Хватит ли айтишников Татарстану? Как вырастить, удержать и вернуть?» Все подробности мероприятия смотрите далее. 8 июля в Центре цифровых трансформаций прошел круглый стол на тему «Хватит ли айтишников Татарстану? Как вырастить, удержать и вернуть?» Участниками круглого стола стали директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин, представители HR и IT-специалисты крупных компаний. Конечно, пиар, медиа, активность, и тем более, когда есть что рассказать, когда есть какой-то инфоповод, это предельно важно. Тем более, в общем-то, отрасль перспективная. То, о чем мы говорим, оно очень тесно связано с происходящими событиями. Мы по многим направлениям являемся, ну, скажем так, если не первыми, то, по крайней мере, точно в числе лидеров Российской Федерации. Участники мероприятия обсудили реальную ситуацию на рынке труда в сфере робототехники, искусственного интеллекта и больших данных, а также особенности подготовки таких специалистов. Вопросы очень актуальны. Сейчас стоит задача масштабирования бизнеса, увеличения количества сотрудников, потому что количество запросов поступает все больше, и, соответственно, те вопросы, которые поднимаются, будут подниматься, они для нас являются тоже очень актуальными. Наконец-то вузы и правительство обращают внимание на средний бизнес, который как раз-таки обеспечивает молодых специалистов рабочими местами. И, конечно же, мы готовы участвовать в совместных программах для того, чтобы помочь нашим вузам готовить именно те кадры, которые быстро мы сможем уже вовлекать в крупные проекты. Также на мероприятии были презентованы две магистрские программы Института вычислительной математики и информационных технологий, инфокоммуникации специальной робототехники и прикладная математика и информатика, профиль искусственного интеллекта и суперкомпьютерные вычисления. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Универньюз. Абитуриенты продолжают отправлять заявления в Казанский федеральный университет. О необычной истории в приемной комиссии смотрите далее. Тысячи жителей Луганской и Донецкой народных республик были вынуждены покидать свою родную землю ради спасения собственной жизни. Города России еще несколько месяцев назад начали активную работу по переселению граждан. В стороне не осталось и Казань. В числе первых эшелонов вынужденных переселенцев оказалась и одиннадцатиклассница Алена. С момента приезда в столицу республики Татарстан девушку определили в среднюю школу номер 15. По завершению учебного года перед Аленой встал вопрос – куда же поступать? Школьница без доли сомнения выбрала Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Несмотря на безграничную поддержку республики Татарстан, одноклассников и преподавателей, говорить о протяженных годах беспокойств на родине и первых месяцах на новом месте ей все еще тяжело. У меня стоял выбор между психологом и дизайнером. Я выбрала дизайнером, так как психологом я не смогу быть после всего пережитого. Честно говоря, очень сложно рассказывать о тех событиях, которые произошли со мной и с моей семьей. Правительство республики Татарстан на протяжении всего времени курировало девушку по всем значимым вопросам. Начиная с жилищной социальными и заканчивая подачей документов – выбранное учебное заведение. Все выпускники, то есть беженцы, приезжие сюда к нам в Российскую Федерацию, получают аттестаты. И на базе полученного аттестата они поступают в вузы Российской Федерации вне конкурса, но пройдя испытания внутри вузовское. Также стоит отметить, что специалисты приемной комиссии Казанского федерального, в свою очередь, совместно с Министерством образования и науки республики, консультируют выпускников и их родителей по всем возникающим вопросам. Мы видим то, что интерес к вузу не только сохранился, но и вырос. Относительно прошлого года мы видим значительный прирост по подаче заявлений. Хотя в этом году и действуют ограничения, небольшое для абитуриентов то, что для защищения. Оригинал документа образования все-таки вуз нужно предоставить. Если говорить об общей картине поступления, то на сегодняшний день в Казанске и Федерале подано уже более 55 тысяч заявлений и принято в формате подписи самого абитуриента. В этом году оформление заявительной части и подписание документов приемной комиссии оставляет самому абитуриенту, то есть давая полную свободу действий будущим студентам. По последним данным, подписанных заявлений перевалило уже за 28 тысяч. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюс. 55 представителей предприятий из разных регионов страны стали обладателями дипломов по программе MBA и DBA. Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета выпустила 55 высококлассных специалистов в сфере бизнеса по программам MBA и DBA. Каждый из них уже реализовал себя в профессиональной сфере. Одни в рамках холдингов и госкорпораций, другие в стенах кабинета министров Республики Татарстан. В наше время, в нашем мире, к сожалению, все уходит в то, что лежит у вас у всех в карманах. Кнопочные варианты коммуникации, но они не всегда хорошо работают. Личная коммуникация, личная беседа, глаза в глаза всегда приносят гораздо больший результат и приводят гораздо большую эффективность. MBA-образование позволяет получить широкий спектр управленческих компетенций. Студенты за время обучения приобретают знания в области корпоративного менеджмента, финансов, маркетинга, управления персоналом, экономических и правовых аспектов бизнеса, а также международной экономики. MBA-направление – высшая профессиональная степень в сфере управления бизнесом, следующее за MBA. Спустя два года каждый день думаешь об учебе, занимаешься, и сейчас пустота, потому что дальше уже надо все это попрощать. И нет уже тех эмоций, которые были эти два года. Всего за время существования программы MBA в стенах Казанского федерального университета диплом по ней получили чуть более тысячи человек. В настоящий момент высшая школа бизнеса КФУ является одной из ведущих. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс. Инспекционный визит Оргкомитета Игр Будущего подошел к концу. Какие мероприятия планируются в рамках подготовки к соревнованиям, узнаете в следующем сюжете. Инспекционный визит Оргкомитета Игр Будущего в Республике Татарстан подошел к концу. За время пребывания в Казани делегация осмотрела ряд спортивных объектов. По итогам проверки представители Оргкомитета отметили, что в глобальной реконструкции объектов необходимости нет. В ближайшее время будут определены локации, на которых будут проведены те или иные состязания. Мы, в принципе, по формату мероприятия можем проводить игры очень-очень компактно. Мы сейчас решаем, будет ли это один объект, либо это будет много объектов в городе. Но, тем не менее, никакой новой стройки нам не потребуется. И это прекрасно, потому что на существующих объектах можно провести те соревнования, тестовые соревнования и игры будущего в полном объеме. Какая должна быть времянка, так называемые временные сооружения, это мы будем решать в рабочем порядке. Но инфраструктура в Казани замечательная. Какой-то глобальной перестройки точно совершенно не потребуется. А дальше будем решать в рабочем порядке. Меньше чем через три месяца, 21 сентября, в Казань-экспо состоятся первые тестовые состязания по четырем дисциплинам. Футбол, баскетбол, гонка дронов и игры в дополненной реальности. Игры будут проходить в гибридном фиджитал-режиме, объединяя классический спорт и киберспорт. Помимо этого, в ближайшее время будет создана специальная федерация фиджитал. Новая федерация, которая будет зарегистрирована в рамках спортивных федераций Минспорта России. Эти вопросы, ну, как бы они вот так на повестке дня, поэтому вот в этой части Татарстан будет создавать филиал или отделение. Мы планируем принять участие в конкурсе, потому что фиджитальное направление, вот это гибридное направление киберспорта, спорта классического, оно как бы живет по другим правилам, ну, как бы рынка, если так можно выразить, да, другого судейства, вообще-то другого скоринга, тайминга, который просто в мире не существует. Представители Оргкомитета отмечают, что до конца года будут проведены два тестовых турнира. В совокупности они охватят все 16 дисциплин. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В зеленом зале Казанского федерального университета состоялась встреча руководства с представителями университета Аль-Истикляль из Палестины. Стороны обсудили возможные сотрудничества по ряду приоритетных направлений, среди которых отдельно выделяется медицинский трек. Команда IT-лицея Казанского университета победила на 29-й международной олимпиаде Туймаада по математике, химии, физике и информатике. В общей сложности лицеисты везли с собой 14 дипломов. 7 по химии, 4 по информатике, 3 по математике. В студии Универ-ТВ прошло интервью с музыкантом Альбертом Нурминским. Полное интервью можете посмотреть в ближайшем выпуске программы «Смотрите, кто пришел». Ну, вообще понравилось, все очень классно. Такие эмоциональные ребята, творческие. Все супер. В студии классно у вас. Прям можно задуматься, что что-нибудь снять здесь. А так, что, ну, все классно. Ну, все оборудовано, профессионально. Классно, молодцы. На этом все. В студии был Роберт Хасанов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин